Это дефицит. Это дефицит питательных веществ, это дефицит микроэлементов, витаминов и так далее. Почему? Потому что органы дыхания, которые в первую очередь будут у нас барьером для проникновения бактерий и вирусов, у них нету сформированных крепких клеточек, которые не допустят эти вирусы. Они начинают часто болеть. А если клетка была крепкой, значит ее надо накормить. Что мы чаще видим? Это в основном у детей высокий процент респираторных заболеваний. Это первый. Это и, к сожалению, как бы чажесть вот этих респираторных заболеваний, длительность, частота респираторных заболеваний, она участилась за последние годы. Да, сейчас говорим, да, ребенок должен переболеть там до года, до трех лет, там, 10 и еще сколько раз в год. Вот респираторными заболеваниями у него вырабатывается иммунитет. Но раньше, в те далекие годы, когда я начинала работать, мы говорили, часто болеющий ребенок это 4 раза в год. Все остальное он получает защиту в виде прививок, в виде закаливающих процедур, в виде правильного питания и так далее, и тому подобное. И если ребенок болеет чаще 4 раз, это уже у нас вносили диспансерную группу длительно часто болеющих детей. Сейчас мы этих детей в эту группу не заносим, потому что они болеют 10, 12, 15 раз. Да, вырабатывается иммунитет, но иммунитет будет вырабатываться, если будет крепкая клетка. Если мы в клетку туда положим, а если мы туда не долаживаем, иммунитета не будет. Иммунитет этот приведет к развитию какого-то хронического заболевания, и мы сейчас видим рост вот этих заболеваний, рецидивирующих бронхитов, бронхитов, обструктивных рецидивирующих бронхитов. Мы видим чаще дисплазии в органах дыхания, то есть бронхов, трахеи. Вот эти диагнозы стали появляться чаще. Родителям это как понять? Это не влево, дисплазия, значит, не сформирована до конца, то есть там нету в достаточном количестве мышечной ткани, ткани нету достаточно хорошей, эластичной соединительной ткани, которая будет выполнять эту функцию. Поэтому мы чаще стали видеть детей со стороны желудочно-пишечного тракта. Да, уже всем сказали, что это иммунитет там на 80% формируется в желудочно-пишечном тракте. Но сейчас нету ребенка со здоровым желудочно-пишечным трактом, это мы прекрасно понимаем, да, что это зависит от нормальной микрофлоры, микробиоты. Но вот эту нормальную микрофлору надо сформировать, и ее надо поддерживать, ее так же самое надо кормить. А чем кормить? Кормить теми же витаминами, микроэнтернативными веществами, и давать вот этой нормальной флоре, чтобы она росла, а не патогенная флора занимала ее место и начинала там родовать. Потому что от этого зависит, и как произойдет вставшивание питательных веществ, и дойдут ли они до клеток, и как надо, и тому подобное. И нервная система. Мы отмечаем о том, что дети, по средней вот этой, маленькие, которые школьники и так далее, мы видим, что нервная система, учителя нам часто, да, говорят, что дети стали другие. Они уже усваивают материал, да, программы меняются, это тоже не лучше. Дети часто, ну, в классе, наверное, идет один, два, три человека, которые очень-очень неусидчивые, да, то есть они могут вскакивать, особенно это начальные классы, там пока идет вот эта дифференцировка их, в какой классе и так далее. То есть они невнимательные, они рассеянные на уроке, они несосредоточенные. Так же само дома. Замечайте, ребенок повторяет, как родиток, сколько можно тебе повторять? Я тебе раз сказал, два сказал, и все равно меня не слышит. Ребенок находится в своем мире. Еще один момент в том, что, конечно, гаджеты оказывают свое действие, но несозревшие клетки головного мозга, несозревшие клетки нервных нейронов и так далее, они не могут создать барьер, не могут деференцировать одно от другого, и это все проламывается как штормами. Мы потом видим уже более серьезные психосоматические заболевания у детей, да? Мы отмечаем, что растет детей с аутизмом. Ну, будем так сравнивать, если, конечно, может, это и совсем правильно, и растут дети с аутизмом, а старики с антенгенером. Да, мы говорим о том, что там и там это дефицит питания, это не хватка питания нейронам, они не могут создать вот ту грань, барьера, что допустить организму, что допустить своим мыслям, что допустить, а что не допустить. И вот это, то есть вот такие состояния, ну, а возьмем костную систему, костную систему детей, да, мы сейчас не видим рахита, такой диагноз практически не ставится. Ну, мы что видим? Ну, я, как я говорю, поднимают голову артриты. Артриты, ювенинный артрит, не тот, который вызван с качелококом, с криптококом, который был там в 70-х, 80-х годах, а артриты, которые вызваны или вирусами, или же аутоиммунными различными процессами, то есть когда свой организм не узнает своего, да, то есть идет вот такая разбалансировка, а из-за чего нет питательных веществ, нет витаминов, нет микроэлементов, которые правильно сформируют вот эти суставы, эти косточки, дадут им прекрасно расти и не давать вот такого дисбаланса, который приведет к дальнейшему заболеванию.